Внедорожник Chevrolet Tahoe нового поколения после полуторагодовалой паузы добрался до России. Старт продаж назначен на 1 июля, но дилеры готовы принять заказы прямо сейчас. К нам прибудут автомобили строго американской сборки, при том выбор вариантов, мягко говоря, невелик. Ни длиннобазной модификации Себербан, ни дизельного мотора не будет. А единственная версия получит стандартный для Tahoe бензиновый V8 отдачей около 350 сил. В трансмиссии 10-ступенчатый автомат и полный привод, построенный вокруг многодисковой муфты, зато дополненный честной понижающей передачей. В стандартное оснащение вошли пневматическая подвеска, адаптивные амортизаторы, трехрядный кожаный салон, светодиодная оптика и панорамная крыша. Также покупатель получит продвинутую медиасистему, премиальную акустику, систему автопарковки и самый полный набор электронных ассистентов. За доплату можно заказать раздельные кресла второго ряда, а также пару экранов для задних пассажиров. А еще клиенту дозволено выбрать настроение внедорожника, выбрав комплектацию во внедорожном или спортивном стиле. Они отличаются декором, отделкой салона и некоторыми другими нюансами. Как известно, у Тахо есть премиальный родственник по имени Cadillac Escalade. И он, что вполне логично, тоже собрался на гастроли по России. Притом, в отличие от младшего брата, Escalade у полагается не только стандартная, но и растянутая модификация ESV. Опять же, дабы подчеркнуть свое положение, Cadillac предложит более мощный V8, хотя трансмиссия здесь ровно такая же, как и у Тахо. Но почему маркетологи сделали пневмоподвеску достоянием лишь самых дорогих комплектаций – загадка. К слову, о комплектациях. Их пять, но даже базовая за 7 миллионов 777 тысяч 777 рублей имеет крутую аудиосистему, трехзонный климат-контроль, подогревы сидений, электропривод пятой двери и 22-дюймовые колеса. Отдельного упоминания заслуживает огромный телевизор диагональю аж 38 дюймов, составленный из трех экранов. И напоследок добавим, в новом поколении Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe впервые примерили независимую заднюю подвеску, хотя прежде машины всегда комплектовались неразрезным мостом. Плюс инженеры сотворили полностью новую раму, позволившую понизить уровень пола. А еще оба внедорожника оказались заметно крупнее своих предшественников, поэтому салоны стали заметно просторнее. Ну что, держись, Toyota Land Cruiser 300!